Если вы время от времени съедаете бургер или другой фастфуд, то скорее всего это никак не повлияет на ваш организм. Но что произойдет, если вы будете есть бургер каждый день? Об этом мы расскажем в данном видео. А если вы еще не подписаны на Моголь ТВ, то обязательно жмите на красную кнопку подписки и на колокольчик рядом с ней. Так вы всегда будете в курсе новых интересных видео на нашем канале. Самый опасный ингредиент Бургеры не самая полезная вещь, об этом знают практически все. Но многие даже не догадываются, что самая вредная вещь, которую содержит бургер, это не булочка и не котлета. Это соус. Да, в состав абсолютного большинства бургеров входит соус. Это может быть обычный кетчуп или майонез, а может быть специальный соус, рецепт которого десятилетиями держится в секрете. Но и в том и в другом случае соус будет содержать значительное количество сахара и других добавок. При ежедневном употреблении бургера именно соус может стать причиной ожирения, диабета и повышенного кровяного давления. Сахар, содержащийся в соусе, будет напрямую попадать в печень, а там начнет вырабатывать жир. Что в свою очередь приведет к проблемам со здоровьем, о которых я сказал выше. Вас все время будет мучить жажда. Еще одно из неприятных последствий употребления бургеров ежедневно. Дело в том, что в составляющих гамбургера присутствует большое количество соли. А если при этом вы еще едите, например, картошку фри, то количество употребляемой соли просто зашкаливает. В составе соли, в свою очередь, содержится много натрия. Он-то и вызывает сильное чувство жажды. Многие запивают бургеры сладкими газированными напитками. И это совсем не утоляет жажду, а действует прямо противоположным образом. В составе газировки также содержится много натрия. Всего один обед, в котором есть бургер картошка фри и газировка, содержит дневную норму натрия. Что приводит к тому, что после этого вас будет долго мучить жажда. У вас случится запор. Высокое содержание клетчатки в пище ведет к тому, что ваше пищеварение хорошо работает. Как думаете, сколько клетчатки содержится в бургерах? Точное количество, конечно, зависит от конкретного бургера, но в любом случае содержание клетчатки будет очень низким. Так что при регулярном употреблении бургеров, скорее всего, вы будете страдать запором. Пожалуй, даже самый вкусный бургер этого не стоит. Депрессия. В университете Манчестера провели интересное исследование на тему фастфуда, в котором приняли участие 100 тысяч человек. В итоге выяснилось, что регулярное употребление фастфуда повышает на 40% вероятность заработать депрессию. Причиной этого являются насыщенные жиры, углеводы и холестерин, которые в изобилии содержатся в фастфуде и в бургерах в том числе. Плохая новость в том, что ежедневное потребление бургеров сильно скажется на вашей психике. Но, с другой стороны, это значит, что просто меняя свой рацион питания на более полезный и сбалансированный, вы улучшите свое психическое состояние. А это значительно дешевле, чем антидепрессанты и походы к врачу. Лишний вес Думаю, многие догадываются, что ежедневное потребление бургеров приводит к прибавке в весе. Но наверняка вы даже не подозревали, какими сокрушительными могут быть последствия данного эксперимента. В середине 2000-х вышел документальный фильм под названием «Двойная порция». Главный герой поставил на себе эксперимент. Он каждый день питался только в ресторанах фастфуда в течение месяца. В итоге за 30 дней герой набрал 11 килограмм лишнего веса. Помимо этого, он получил еще большое количество проблем со здоровьем. А набранный лишний вес главный герой фильма сбрасывал в течение 14 месяцев. Да, конечно, он поступил радикально и питался только фастфудом. Но даже если вы будете есть только бургеры каждый день, результат на весах не заставит себя долго ждать. Все дело в калорийности этого блюда. Например, съедая большой бургер с картошкой фри и колой, вы запросто получаете 1300 килокалорий. Дневная норма килокалорий для взрослого мужчины – 2600, а для женщины – 2000. То есть один обед в ресторане фастфуда – это половина дневной нормы калорий, а то и больше. При таком ежедневном рационе вы быстро заработаете ожирение, а оно может привести к хроническим заболеваниям. Вены будут сужаться Даже один прием пищи в ресторане фастфуда производит незамедлительный эффект на ваши артерии. К такому выводу пришли американские кардиологи в ходе испытаний. Участники эксперимента съели полноценный обед с бургером в одном из ресторанов фастфуда. Через три часа исследователи проверили кровеносные сосуды испытуемых на предмет их эластичности. То есть возможности расширяться при увеличении кровотока. Обнаружилось, что сосуды участников эксперимента до приема пищи были более эластичны, чем после приема. То есть даже один полноценный обед с бургером может негативно повлиять на ваши артерии. Что уж говорить о ежедневном потреблении. Кровяное давление пойдет вверх Если вы замерите давление у человека, который сел есть бургер, то обнаружится, что сразу после того, как он закончит, давление пойдет вверх. Оно может повыситься на 25, а то и на 50%, по сравнению с теми, кто в то же время ел обед с низким содержанием жиров. Если у вас уже есть проблемы с повышенным давлением, то бургеры в ежедневном формате точно не ваш выбор. Это может ухудшить вашу астму. Если вы уже страдаете астмой, но не в тяжелой форме, то не стоит есть бургеры ежедневно. Регулярное употребление бургеров почти на 40% увеличивает риск заработать тяжелую форму этого заболевания у подростков. Причем достаточно есть хотя бы 3 бургера в неделю. К такому выводу пришли врачи из Азиатско-Тихоокеанского общества. В ходе исследования выяснился и другой интересный факт. Употребление свежих овощей и фруктов 3 раза в неделю или чаще наоборот снижает шанс развития тяжелой формы астмы у подростков. Так что вместо бургера лучше съесть яблоко. Вы можете потреблять химические токсины. Токсины, которые могут негативно влиять на вашу эндокринную систему, были найдены в половине упаковочных материалов всех американских сетей фастфудов. Речь идет в том числе о материалах, которые используют для того, чтобы заворачивать бургеры перед тем, как отдать покупателю. Обнаруженные токсины могут привести к болезням сердца и другим серьезным проблемам со здоровьем. Одним словом, есть бургеры каждый день – плохая идея. Вместо этого съешьте что-нибудь полезное и сделайте свою жизнь лучше. Если вам было интересно это видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео и, конечно же, оставляйте свои комментарии под этим роликом.